Всем привет! Сегодня будет, я надеюсь, не такое длинное, а короткое видео. Я бы назвал его видео хвастовством. Как мы видим, у меня вот здесь идут тубы с дисками CD, обычные DVD-диски. Их в общем сложности более 600 штук. Винчестера уже у меня не хватает, чтобы это все записывать. Там информация и фотографии, и, скажем так, личные данные, ну и все остальное. Я использую диску, самому, скажем, старому из них, более 12 лет. Поэтому я решил сегодня, скажем так, вступить в новую эру записи дисков. И приобрел себе вот такую вот замечательную, я думаю, Blu-ray писалку. Я ее приобрел сегодня. Магазин DNS, стоимость 5,650. Это фирма LG, как написано в принципе. Вот сейчас прочитаю какое-то название. Привод LG Revriter. Вот такая вот моделька. Также я приобрел диски-болванки. Это вербатимые. Вот такие вот 25-гигабайтные диски, 6-скоростные. За 10 штук, а мне они обошлись 888 рублей. Короче, что я хочу сделать. Вот я хочу вот эти все диски, которые уже показывал, записать. Ну, скажем так, количество их уменьшить, чтобы было их проще хранить. И я думаю, что, ну, со временем диски как-то портятся. Там может быть слой как-то отслаиваться и так далее. То есть переписать, короче, сохранить память одних дисков на другую память. Вот, также я приобрел еще вот такие вот диски. Это Blu-ray, так называемые перезаписываемые диски. 10 штучек обошлись мне, 1100 с чем-то, я сейчас не помню, рублей. Короче, покупал я в рейте эти диски. Не знаю, насчет того, что перезаписываемые, хорошее качество, либо плохое, не могу ничего сказать. Как бы, честно говоря, я, если брать DVD-диски, больше предпочитаю, конечно, записывать на обычные R-ки. То есть не перезаписываемые. Потому что, как бы, еще с времен CD-RV-шек, ну, как показала моя практика, все R-вшки, как бы, ну, очень плохо себя ведут. То есть со временем либо информация теряется, либо просто диски становятся нечитабельные. Поэтому так вот, ну, как бы, хочу, говорю, похвастаться в этом видео, что, я думаю, открою для себя эру Blu-ray. Буду записывать потихонечку и, скажем так, продлевать жизнь своей мультимедиа информацией. Всем, кто посмотрел, спасибо за внимание. Ставьте палец вверх, кому понравилось. У кого есть опыт использования вот такой вот, вот такой вот писалки, ну, напишите в комментарии, как он вообще себя ведет. Потому что я сейчас буду его вставлять только полностью, буду NER обновлять и так далее. То есть, чтобы он у меня хорошо все работал. Так что, вот так вот. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok